Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Из-за метели в Самарской области закрыли федеральную трассу. На ряде региональных автодорог введен запрет для движения большегрузов и автобусов, включая школьные. Чтобы призвать молодых людей быть осторожнее на дорогах, сотрудники ГИБДД Самары провели для студентов вузов и автошкол краткие краш-курсы. Подготовили более 5000 независимых наблюдателей. Самарский региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами подвел предварительные итоги своей работы. Фиктивное руководство. Что это такое и как не попасться на уловки мошенников? Хоккеисты ЦСКА ВВС уступили в боевой результативной игре команде из Ростова-на-Дону. Тольяттинская ладья вышла в плей-ин молодежной хоккейной лиги. А в Самарской области прошли соревнования всероссийского уровня. Подробности в спортивной рубрике. В Новокуйбышевске продолжается строительство здания театра «Грань». Сейчас объект готов наполовину. Открыть новое театральное пространство планируют до конца этого года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в город губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона совместно с депутатом Государственной Думы Леонидом Симоновским, руководителями профильных ведомств, администрации города, компании-подрядчика и театра оценил объем выполненных работ. Напомню, театр «Грань» с момента своего создания в 1970 году базируется в городском доме культуры Новокуйбышевска. Знаменитый на всю страну творческий коллектив, неоднократно становившийся лауреатом всероссийского конкурса «Золотая маска», давно нуждается в собственном помещении. Новое пятиэтажное здание возводят по уникальному проекту с применением современных инженерных и технологических решений. Там разместят сразу четыре сценические площадки, включая основной зал на 200 мест, а также выставочное пространство, кафе, классы для детских творческих секций. Планируется также благоустроить прилегающие к театру территорию. Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах России и призывы к экстремизму. Изменения внесут в Уголовные и Уголовно-процессуальные кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России. В первом чтении закон был принят 24 января. Два дня назад Комитет Госдумы рекомендовал принять закон во втором чтении. В Самаре на площадке региональной общественной палаты прошло заседание Самарского штаба по независимому общественному наблюдению за выборами 2024 года. Оно прошло в расширенном формате с участием федеральных экспертов. Обсуждали прошедшие семинары по подготовке активных граждан к независимому наблюдению, обмен опытом с коллегами из других регионов, а также подготовку к открытию горячей линии, куда жители могут обратиться с вопросами об избирательном праве. Подробнее в нашем сюжете. Члены штаба по независимому общественному наблюдению за выборами провели около полусотни семинаров по всему региону. Слушателями стали порядка 5000 активных граждан, которые подтвердили, что обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы осуществлять независимое наблюдение на избирательных участках. Об этой подготовке говорили на рабочем заседании штаба. Оно прошло в расширенном формате. К участию присоединились и федеральные эксперты. Так, Александр Брод, председатель независимого общественного мониторинга, подвел предварительные итоги регистрации кандидатов на пост президента России, а также напомнил, что участники штаба должны следить не только за ходом голосования, но и за всеми процессами, которые непосредственно предваряют эту процедуру. Обратите внимание уже сейчас, так сказать, на данной стадии избирательного процесса очень важно отдавать себе отчет о том, как, так сказать, происходил спорт подписей, как начнется агитационная кампания, как кандидаты будут соблюдать законодательные этические нормы. Активные жители тоже могут сообщать о возможных нарушениях, а также оперативно получать всю информацию о предстоящих выборах. В этом им поможет горячая линия, которую скоро откроют на площадке Нотариальной палаты Самарской области. Эта услуга очень популярна у жителей региона. Количество обращений с каждой избирательной кампанией растет, и большинство из них напрямую относились к избирательному праву. Спрашивали о местоположении участков, об их доступности для маломобильных граждан, о замечаниях в ходе предвыборных кампаний различных кандидатов. В отличие от предыдущих лет, а мы с 2009 года организуем эту работу совместно с Общественной палатой. Если раньше две трети и три пяток составляли вопросы сами до того характера, то в 2023 году две трети были вопросы избирательного характера. Избиратели интересовались именно вопросами избирательного права. Осмотр участков на предмет доступности для всех категорий граждан – это тоже одна из задач, которые стоят перед членами штаба. Будут организованы выездные проверки, и чтобы у территориальных избирательных комиссий было время на исправление замечаний, если такие будут выявлены, чтобы у каждого гражданина была возможность реализовать свое конституционное право. Как представителю персонального сообщества юристов-адвокатов важно отметить, и отметить абсолютно искренне, исходя из тех знаний, которые имеют место быть, что Самарская область традиционно, на мой взгляд, является лидером подготовки, в контроле, и здесь можно смело сказать избирателям, что мы вас ждем, выборы будут прозрачными, профессиональными, понятными для каждого. Также члены штаба примут участие в межрегиональном форуме «Общество и выборы». Представители Самарской области, как одни из лидеров по работе с независимыми наблюдателями, поделятся своим опытом с коллегами из других регионов. У нас пройдет межрегиональный форум, на котором Самарская область будет на правах, по сути дела, одного из лидеров рассказывать о экспертной подготовке региона к этим выборам. В них примут участие в этом форуме Московская область и Волгоград. И, соответственно, мы будем одними из первых, кто докладывает о том, как мы вступаем в стадию, уже горячую стадию выборов 2024 года. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке вне голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В прошлом году 140 самарцам вынесли обвинительные приговоры за фиктивное руководство компаниями. Судебные решения уже вступили в законную силу. Что такое фиктивное руководство и как не попасться на уловки мошенников с целью легкого заработка, узнала Елена Чернявская. Какие 8 миллионов? О чем вы говорите? Я ни у кого ничего не брала. Согласно реестру юридических лиц, вы являетесь учредителем и руководителем данного общества с июля 2023 года. Ольга Иванова находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. При поиске работы в сети на глаза попалось объявление о работе менеджером в компании. Во время собеседования выяснилось, что вакансия менеджера занята, но есть должность руководителя фирмы. Ольга передала все свои персональные данные, паспорт, банковские реквизиты. Я подписала какие-то документы, потом мы съездили в налоговую, я получила какую-то флешку и в банк открыли счет. Он мне перечислил заработную плату 10 тысяч рублей, я очень обрадовалась, они мне как раз были очень нужны. И я передала ему все документы. А когда наступил следующий период для оплаты, я на этот номер уже не смогла звониться. Часто фирмы-однодневки регистрируют на подставных лиц. Эти люди номинально становятся руководителями или учредителями предприятий, но на самом деле вести какую-либо хозяйственную деятельность не собираются. Люди представляют персональные данные и подписывают документы для госрегистрации фирм-однодневок, фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время граждане узнают, что являются руководителями и учредителями компании с многомиллионными оборотами, которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы. Месяца два назад стали приходить письма от налоговой. Я сначала не придала этому значения, а позже писем стало еще больше, и я забеспокоилась, потому что там какие-то странные цифры, какие-то долги. И я побежала в налоговую ближайшую. И оказалось, что за организацией, которая на меня, во всей видимости, Сергей оформил, числится задолженность в размере 8 миллионов рублей. Самарское налоговое ведомство напоминает, что за предоставление документов, паспорта для регистрации в качестве руководителя организации граждан, которые не планировали заниматься бизнесом, могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. На сегодняшний день сформировалась устойчивая судебная практика. Например, в 2023 году 140 самарцев привлечено к уголовной ответственности за эффективное руководство в компаниях. Судебные решения уже вступили в законную силу. Кроме того, по заявлениям налоговых органов в 2023 году возбуждено 338 уголовных дел, 266 фактов выявлено, и материалы об обнаружении преступления в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей переданы в правоохранительные органы. Ответственность за нарушения в деятельности компании полностью лежит на руководителе организации, даже если он является фиктивным директором. Ольге Ивановой теперь предстоит ответить перед законом. Грозит привлечения к ответственности в соответствии со статьей 173 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ответственность по этому нарушению предусмотрена в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. То есть наказание довольно-таки суровое. Проверить, не являетесь ли вы бизнесменом по неволе, можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Для просмотра сведений налогоплательщику необходимо в разделе «Профиль персональной данной сервиса» зайти во вкладку «Участие в организациях». В сервисе предоставлены сведения об организациях, в которых налогоплательщик является руководителем или учредителем. Если на ваше имя зарегистрирована организация без вашего ведома, то необходимо незамедлительно обратиться в налоговое ведомство и правоохранительные органы. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Из-за метели в Самарской области закрыли федеральную трассу. Введено временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской области М5 от поворота на Нефтегорск до границы Оренбургской области М5 Урал-Москва, Рязань, Пенза, Самара, Уфач и Лябинск, подъезд к Оренбургу. На ряде федеральных и региональных автодорог Самарской области введен запрет для движения большегрузов и автобусов, включая школьные. В частности, это касается Елховского и Красноярского районов. Чтобы призвать молодых людей быть осторожнее на дорогах сотрудники ГИБДД Самары регулярно проводят краткие краш-курсы. Они показывают студентам, учащимся в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, а также тем, кто учится в автошколах, к каким последствиям приводят нарушения правил дорожного движения. Подробности расскажет Елена Чернявская. Краш-курс для начинающих водителей провели сотрудники ГОИ в штабе общественной поддержки Самарской области. Молодые люди с интересом смотрели видеосюжеты, основанные на реальных фактах, вместе с инспектором обсуждали дорожные ситуации, задавали различные вопросы про безопасность дорожного движения. Тема была близка и интересна каждому. Ребята с удовольствием поддерживали диалог, рассказывали истории своей жизни. Алина Акаева сейчас учится в автошколе, говорит, всегда соблюдает правила дорожного движения и сегодня узнала много интересного для себя, как для начинающего автомобилиста. Я считаю, что это правильно показывать такие видеоролики, так как это показывает пример, и люди понимают, что может быть, и поэтому нужно знать, какие могут быть последствия. Обсуждались различные ситуации, в которых могут оказаться участники дорожного движения на дорогах, вопрос необходимости использования арене безопасности в салоне автомобиля, а также использования свето-возвращающих элементов. За 12 месяцев 2023 года на территории города Самара зарегистрировано 1103 дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 человек погибли, 1302 получили ранения различной степени тяжести. Что касается детского дорожно-транспортного травматизма, на территории города зафиксировано 144 дорожно-транспортных происшествий, один ребенок погиб и 148 получили ранения различной степени тяжести. В заключении дорожные полицейские в очередной раз обратились к слушателям с призывом соблюдать простые правила, от которых зависит жизнь и людей, не превышать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, не отвлекаться на гаджеты при переходе проезжей части или во время управления автомобилем, не садиться за руль в нетрезвом виде. От действий каждого участника дорожного движения зависит безопасность и жизнь окружающих на дороге. Елена Чернявская, Петр Пламеев. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. Совершил ограбление и уснул. Сотрудница одного из магазинов Новокуйбышевска обратилась в полицию. Утром придя на работу, она увидела, что окно магазина разбито, а внутри спит мужчина. Прибывшие правоохранители обнаружили рядом с ним две пустые винные бутылки. Придя в себя, подозреваемый рассказал, что выпивал дома, а после пошел за добавкой, но в 6 утра магазин был закрыт. Тогда он разбил окно, проник в помещение, взял на прилавке две бутылки вина и сырники, а после такого завтрака уснул на месте. В отношении ранее несудимого 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. Действия дачной амнистии для общего имущества садовых и огороднических хозяйств продлят до 2031 года. Граждане смогут оформить постройки и сооружения в упрощенном порядке, без стандартного пакета документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы. Речь идет о зданиях и постройках, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих некоммерческих товарищей и были возведены до 2004 года. Также в Госдуму намерены внести на обсуждение инициативу об упрощенной регистрации имущества, домов на несколько семей, бань, летних кухонь и сараев. В случае одобрения владельцам не нужно будет собирать привычный пакет документов. В Новокуйбышевске продолжается строительство здания Театра Грань. Сейчас объект готов наполовину. Открыть новое театральное пространство планируют до конца года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в город губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, Театр Грань с момента своего создания в 1970 году базируется в городском Доме культуры Новокуйбышевска. Знаменитый на всю страну творческий коллектив, неоднократно становившийся лауреатом всероссийского конкурса «Золотая маска», давно нуждается в собственном помещении. Новые пятиэтажные здания возводят по уникальному проекту с применением современных инженерных и технологических решений. Здесь разместят сразу четыре сценические площадки, включая основной зал на 200 мест, а также выставочное пространство, кафе, классы для детских творческих секций. Планируется также благоустроить прилегающую к театру территорию. Эксперты сервиса онлайн-бронирования назвали самые популярные направления для отдыха у россиян. Так, в этом году в Самарской области число бронирований увеличилось в несколько раз. Спрос на продолжительные поездки также в разы вырос в Московской, Новосибирской и Свердловской областях. Для длительных поездок за рубеж туристы чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Италию, Испанию и Венгрию. Для отдыха на долгий срок россияне бронируют размещение в более бюджетных объектах. Доля отелей без звезд в общей структуре бронирования насчитывает 24%, доля апартаментов и хостелов – 22%. Реже туристы останавливаются в отелях 3 звезды – 14%, в гостевых домах – 8%, в гостиницах 4 звезды – 7%, отмечают специалисты. Самара тоже стала заметным туристическим центром. В 2023 году регион посетили около 3 миллионов туристов. Сборная Самарского политеха попала в премьер-лигу КВН. В Сочи подвели итоги международного фестиваля команд КВН «Кевин-2024». В число 25 команд, получивших золотой билет, в премьер-лигу вошла и сборная Самарского политеха. Всего же в фестивале принимали участие 592 команды со всей России и стран СНГ. Освоить искусство живописи, гончарное дело или маловарение в Самаре при поддержке фонда президентских грантов реализуется проект «Я есть». Занятия проходят для детей и взрослых с инвалидностью в интегративном центре «Шаг вперед». Ксения Баканова побывала на одном из творческих мастер-классов и готова рассказать подробности. Голова, туловище и четыре лапы. Егор Смирнов лепит бурундука из полимерной глины. Юноша говорит, материал приятный и очень податливый. Поэтому и работать с ним – одно удовольствие. Да и занятия освоить по силам каждому. Главное – не торопиться и работать поэтапно. Лепится платформа, потом она слепляется внутри, делается основа, а потом это основа, и слепится фигура. Руководит творческим процессом Даниил Козлов. Он и подскажет, и вовремя поможет, если что-то не получается. Кладрочек взял. Кладрочек. Вот это да. Смотри, как здесь. По словам педагога, лепка – увлечение полезное. Оно успокаивает нервную систему, развивает мелкую моторику пальцев и интеллект. За час мозг проводит очень большое количество информации, поступающей извне, и создает новые межполушарные нервные мосты. Ребенок начинает развивать ассоциативное мышление, образное и алгоритмичное. Они испытывают большую радость, что они получают и внимание, и возможность в коллективе развиваться. Для таких детей – это настоящий подарок. В Самаре реализовать свой творческий потенциал можно в интегративном центре «Шаг вперед». Свои двери для посетителей он открыл в декабре прошлого года. Занятия проходят в рамках проекта «Я есть». Он реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Дети и взрослые с инвалидностью могут получать новые знания и общаться. Для самых маленьких – это отличный способ прокачать свои навыки. А для тех, кто постарше – это еще и возможность начать зарабатывать. Конечно, сидеть дома – это невозможно, наверное, ни для кого. Для них особенно. Функции очень быстро утрачиваются, компетенции очень быстро распадаются. А для мастерских у ребят будет возможность не только реализовываться, не только социализироваться. Наша основная цель – чтобы у ребят 18+, здесь был именно доход, чтобы это их место стало рабочим местом. Помимо гончарной в центре работают и другие творческие мастерские. Можно научиться рисовать с нуля или попробовать себя в роли маловара. А любители физкультуры порадуют спортивный зал с мягкими матами и тренажерами. Посещение центра бесплатно. Сейчас здесь обучаются три возрастные группы. И это не предел, отмечают специалисты. По выходным здесь проводятся мастер-классы для всех желающих. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Хоккеисты ЦСКА ВВС уступили в боевой результативной игре команде из Ростова-на-Дону. Тольяттинская ладья вышла в плей-ин молодежной хоккейной лиги. А в Самарской области прошли соревнования всероссийского уровня. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели выездной матч регулярного чемпионата ВХЛ против Ростова. Хозяева оказались негостеприимными и уже в самом начале матча дважды поразили ворота самарцев. На старте второго периода разница в счете стала разгромной. Это наоборот только взбодрило летчиков, которые сразу одну шайбу отыграли, а затем реализовали большинство и сократили счет до минимума. В середине третьего периода удалось забить и третий гол. Но ростовчане воспользовались ошибками гостей и вновь повелись разницей в две шайбы. Самарцы еще раз попытались отыграться, но смогли забить лишь одну шайбу за 4 секунды до конца матча. 4-5 – поражение ЦСКА ВВС. Хоккеисты Ладьи провели два спаренных домашних матча в молодежной хоккейной лиге против Молота из Перми. В первом матче итальятинцы открыли счет, но позволили гостям его сравнять. Затем голов не было, все решилось в серии буллитов, в которые точнее бросали пермики. 1-2 – поражение Ладьи. Во втором матче хозяева намеревались исправить ситуацию сходу, обрушили шквал атак на ворота гостей. И уже в первом периоде забили три шайбы, но и пропустили одну. А затем тольятинцы грамотно оборонялись и смогли еще разобить на 50-й минуте. 4-1 – победа тольятинской молодежки. Этот результат позволил Ладье оформить путевку в плей-ин МХЛ за шесть матчей до завершения регулярного чемпионата. В Тольятти прошел чемпионат России по парусному спорту «Жигулевское море» в дисциплинах «Курс-рейс-доска» и «Курс-рейс-лыжи». В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 18 регионов России. В дисциплине «Курс-рейс-лыжи» чемпионами России стали Никита Каданев из Мурманска и Софья Никогосова из Санкт-Петербурга. В состязаниях на сноуборде звания чемпионов страны выиграли Никита Соколов и Валерия Горощенко из Санкт-Петербурга. В Самаре прошли всероссийские соревнования Кубок Сатори по Кио Кюсенкай. 650 спортсменов из 25 регионов России соревновались в технической дисциплине ката и в поединках кумите в нескольких весовых и пятивозрастных категориях от 10 лет до взрослых. В турнире приняли участие 62 представителей Самарской области, которые завоевали 10 призовых мест. В командном зачете лучший результат показала сборная Ульяновской области, на втором месте команда Санкт-Петербурга, на третьем команда Московской области. В Самаре состоялись первые в истории чемпионаты первенства Самарской области по роуп-скиппингу, спортивным прыжкам со скакалкой. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов. Первыми чемпионами Самарской области в дисциплине прыжки за 30 секунд стали Милана Науменко и Тимофей Явный. В дисциплине двойные прыжки Кирилл Афинагентов. Все трое представляют Тольяттинскую школу спортивной скакалки. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской приглашает жителей города принять участие в проекте «Всей семьей». Проект приурочен к объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян. Семьи-участники должны раз в неделю выполнять несложные задания, а затем размещать в социальных сетях фотографии с хэштегом «Всей семьей» и обязательным хэштегом «Всей семьей 63». В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей. Администрация Советского района Самары сообщает, что 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут проводить адресные информирования жителей о предстоящих выборах. Узнать их можно по соответствующей экипировке – жилет, бэйдж, значок, сумка, символика и выборов. Участники обходов зайдут в каждую квартиру и будут готовы подробно проинформировать и проконсультировать по всем вопросам участия в голосовании, узнают о необходимости уточнения списка избирателей или голосования на дому. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в Телеграм-канале приглашает людей серебряного возраста сыграть в шахматы. Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни. Шахматы – это увлекательная и полезная игра, которая способствует тренировке мозга, улучшает память и развивает логическое мышление. Дворец ветеранов приглашает всех желающих присоединиться и провести время в клубе любителей шахмат. Поклонников этой интеллектуальной игры ждут каждый вторник в 12.00 во Дворце ветеранов. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагис, в нашем Телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова